Здравствуйте, с вами Александр и сегодня я хочу показать вам долгожданную новинку компании Britax. Модель называется Britax Beagel Plus. Что из себя представляет коляска Beagel Plus? В первую очередь она позиционируется на рынке как коляска для детей с рождения до 3 лет. Это ориентировочно 15 кг вес ребенка должен быть максимальный. Также на эту коляску есть возможность установить полноценный спальный блок. Тем самым вы превратите эту коляску в коляску 2 в 1. И еще есть возможность установки на нее автолюльки компания Römer. Она устанавливается на адаптеры, так же как и спальный блок, который нужно покупать отдельно. В комплекте, к сожалению, производитель их не оснащает. Что касается непосредственно самого прогулочного блока Beagel Plus. В первую очередь в глаза бросается ее очень большой козырек. Он состоит из 4 секций. Он таких размеров, что в принципе ребенка закрывает практически с ногами. Поэтому в любую погоду, в солнечную, в плохую погоду, ребенок будет хорошо защищен. В козырьке для удобства родителей есть смотровое окошечко с установленной москитной сеткой. Чтобы вы при прогулке могли наблюдать за своим ребенком. Ручка, что на мой взгляд здесь не очень хорошо сделана, у нее нет никаких регулировок. Она статичная. То бишь, возможно, кому-то из родителей может быть это не совсем удобно. Но на мой личный взгляд она на нужном уровне находится. Что касается безопасности ребенка, в комплектацию коляски входит очень прочный жесткий бампер. Он очень легко устанавливается и демонтируется в случае необходимости. Но чтобы посадить ребенка, снимать его не нужно, не обязательно снимать. Здесь внутри есть специальная кнопочка, которую отжимаем и освобождается свободный проход для посадки ребенка. Также ставится обратно. Также для безопасности в коляске установлены ремни с пятью точками. И что на мой взгляд очень даже хорошо, на плечевой зоне ребенка есть мягкие накладки, чтобы не травмировать самого плечи ребенка. Сама система защелки очень сделана грамотно. Чтобы посадить ребенка, не нужно заранее складывать ремни и потом защелкивать. Вы спокойно делаете это сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Регулировка самой спинки осуществляется достаточно простым движением. На спинке здесь такая система ремней с натяжителем. Отжимаем ее и тянем вниз. В принципе, где нам нужно, там и фиксируем. Нету каких-то жестких ступеней регулировки. Отодвинули и образуем тем самым горизонтальное положение. Но чтобы полностью выровнять коляску, здесь есть подножка с жестким каркасом. Просто поднимаем ее наверх и все. У нас полностью горизонтальное положение. Все-таки она же для детей с рождения, а для этого нужна полностью ровная поверхность. Чтобы отпустить вниз подножку, также нажимаем по бокам кнопочки, опускаем вниз. То есть, в принципе, нет ничего сложного. Для удобства также родителей на задней стенке есть очень большой карман. Он достаточно глубокий, как вы видите. Сюда можно, в принципе, поместить что угодно. На мой взгляд, это очень грамотное решение, потому что это замещает с собой... То, что вам не нужно носить с собой какую-то специальную сумку для принадлежности для ребенка. Сюда поместится достаточно много всего. Что касается непосредственно самого шасси. Шасси здесь металлическое и очень с очень прочной конструкцией. Колеса в самой коляске, они сделаны из полиуретана. Это хорошо, потому что вы их никогда не проколите. У вас нет такой возможности. Если вдруг, например, какая-то неровная дорога. Зимой, например, такое часто бывает, когда за ней очищенный снег. Блокируем передние колеса. И таким образом гораздо легче преодолеть плохую дорогу. Разблокируется тоже очень простым движением. Щелчками обратно. Все разблокировали и спокойно передвигаемся. Также вы уже заметили, что в шасси установлен достаточно большой багажный отсек. В который можно тоже что-нибудь полезное положить. Сейчас я покажу вам, как эта коляска складывается. На мой взгляд, это одна из сильных сторон этой коляски. Для этого нужно всего лишь нажать эту кнопочку, утопить ее внутрь. Она зафиксируется. И здесь под ремнями есть маленький ремешочек, который находится, по сути, под ребенком. По идее, тянем за него. Все, коляска сложилась. И саму коляску, чтобы она случайно не разложилась, фиксируется вот этот вот замочек. Чтобы его разблокировать, отжимаем его обратно. И раскладываем коляску. Все, можно пользоваться. Что касается возможности тормоза этой коляски. Здесь установлена система, которая мне больше всего не нравится. Здесь, как и везде, мы нажимаем, она блокируется. Но, чтобы разблокировать, нужно обязательно обратной стороной обуви отжать ее обратно. Тем самым, вы потихонечку все-таки портите свою обувь. В принципе, это все, что я хотел рассказать вам об этой коляске. И давайте подведем итоги. На мой взгляд, компания Britax сделала большой шаг вперед по сравнению с той моделью, что просто Beagel без приставки Plus. Они услышали просьбу своих покупателей доработать все моменты. Поэтому, я думаю, что у них это достаточно хорошо получилось. Ну, а, собственно, выбор, как всегда, за вами. Выбирать вам. И в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что они любезно предоставили нам эту новинку для нашего обзора. Ну, а с вами был Александр. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Удачи вам.